Хей, друзья! У вас есть ровно 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал, и тогда вы станете самыми крутыми! Считаю! Раз, два, три! Ой, что-то я так проголодался, пора бы всё-таки подкрепиться моими любимыми мышками. Так, давай-давай-давай, сейчас вот эту скушаю, отлично. И стоп, а это что это такая за труба? И куда она вообще ведёт? Ладно, сейчас посмотрим. А это кто это? Стоп, погодите! Офигеть, эта мышь больше, чем я! Ну-ка, давай-ка сейчас я попробую тебя слопать, мышка. Посмотрим, сколько ты мне дашь опыта, и вообще, что ты такой, почему ты такая большая. Так-так-так, давай, кушаю тебя, кушаю, и в итоге есть! Ура! Я эволюционировался! Ну что же, а я приветствую всех и каждого в игрушке под названием Fly or Die EO! И сегодня мы будем рассматривать наше новое крутое обновление. Первое, что вы, естественно, могли сейчас увидеть, это то, что нам добавили новую локацию и новых персонажей. Единственное, конечно, обидно то, что эти персонажи не живые, за них нельзя поиграть. Это получается NPC, и выглядят они вот так. То есть, огромные белые канализационные крысы. И, в принципе, мы их не можем просто так взять и скушать, мы должны против них батлиться. Единственное, я не знаю пока что, ребятоньки, можно ли кушать их за безумную летучую мышь, но что-то мне подсказывает, что можно, потому что она как бы по эволюции больше и сильнее. Поэтому я думаю, что мы за летучую безумную мышь можем сюда прилетать, естественно, и кушать наших вот этих новых мышек, да, которые нам дают просто колоссальное количество опыта. Ну что же, ребятоньки, чтобы мы хорошо, получше рассмотрели эту новую локацию, давайте я качнусь до эволюции призрака, потому что у него, естественно, бесконечные хпшечки, мне не надо будет тратить время на воду и кислород, а также я, естественно, все буду, друзья, видеть без какого-либо дополнительного освещения. Ну что же, друзья, я стал безумной летучей мышкой, и сейчас я лечу в город, опять-таки, на нашу новую локацию. А почему? А потому что я все-таки, как и подразумевал, могу кушать вот этих подземных крыс. Поэтому давайте мы сейчас будем проверять, смотреть вообще, сколько они нам будут давать опыта, а также посмотрим, надо ли нам с ними пвпшиться. Итак, смотрите, друзья, нам реально надо с ними еще и пвпшиться, вот это, конечно, подстава. Я на самом деле думал, что мы как бы просто их съедим, да и все, а в итоге, смотрите, они нам отнимают вообще, кстати, довольно-таки неплохое количество хпшечек, и в итоге 2000 хп всего лишь. Ребятоньки, это очень мало. За такую битву, где я потерял практически все свои хпшечки, нам дают вот такое маленькое количество опыта. Но это, ребятоньки, очень-очень странно. Блин, смотрите, я подумал, что сейчас вот эту мышку сольет огромная крыса, но в итоге ей все-таки повезло. Ну ладно, хорошо, мы тогда, ребятоньки, значит, что сделаем? В основном, естественно, хпшечки на обычных вот этих мышках, получается. Потом опять-таки пойдем на еще одну крысу, естественно, ее зафигачим, и я думаю, что уже получим новую эволюцию. И таким способом уже дальше будем прокачиваться по обычной схеме, и, наконец-таки, получим нашего призрака, чтобы мы смогли хорошо так разглядеть новую локацию. Пока что я ее держу в секрете, потому что я хочу, прям, ребятоньки, показать ее очень и очень даже хорошо и детально, потому что, что я ее сам ни хрена не видел, что вы, ребятоньки, тоже. Поэтому мы спокойненько сейчас апаемся, и, естественно, переходим уже сюда на эволюции призрака. Ребята, остались считанные секунды до нашего становления в призрака. Нам осталось буквально, реально, совсем чуть-чуть. Как вы видите, я думаю, наверное, пару еще вот таких яичек, и в итоге мы уже эволюционируемся, и будем, наконец-таки, рассматривать нашу новую локацию. А также я по пути, пока мы будем идти туда, расскажу вам вообще про это обновление, что добавили, и что вообще стоит ожидать от него. Так, ну что же, кушаю тогда последнего вот этого скорпиончика, и сейчас, друзья, мы будем превращаться в нашего призрака. Уи-ху, вот это круто, друзья! Вот теперь уже у нас другое дело. И что же, первое, что я хочу вам, друзья, показать, вы, наверное, сами это заметили, это то, что у нас добавилась вот такая какая-то штучка непонятная. Облик нашего жнеца с косой, и что это вообще, ребятоньки, нам дает. А если мы нажмем на это, то это нам дает, друзья, смену скинов. То есть мы можем менять скин сразу же в игре. То есть это, в принципе, очень удобно. Ого, ничего себе, друзья! Вы это видели? Еще бы чуть-чуть, я поменял бы скин очень хорошо. Но смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что мы можем менять скин раз в минуту. То есть нам, друзья, все-таки игра ставит какой-то определенный тайм-аут. Поэтому сейчас я летаю за вот такого обычного призрака, но через минутку я уже могу поставить, опять-таки, обычный скин. Также нам добавили новый движок. То есть сейчас игра уже стоит на каком-то новом движке. Но на самом деле я, честно говоря, разницы не вижу, что было раньше, что сейчас. В принципе, одно и то же. А также, естественно, пофиксили баги. То есть, в принципе, вот такое небольшое, но очень крутое обновление. Потому что добавили реально много-много таких прикольных вещей, которые нам просто тупо упрощают жизнь в игрушке под названием Fly or Die EO. Во-первых, реально менять скины это очень полезно, потому что многие это просили, многие это хотели. И в итоге теперь все это получили. И также, друзья, смотрите, что у нас еще добавили. У нас теперь имеются вот такие факелы в наших пещерах. То есть теперь стало намного светлее. Теперь пещеры реально освещаются. И теперь мы можем, друзья, заметить вообще все, что угодно. Потому что реально у нас теперь имеется свет. Конечно, я сейчас играю за вот этого призрака. Ему, в принципе, света не нужен, потому что он видит все абсолютно везде. Но мы уже, друзья, как раз-таки и добрались до этой новой локации. Именно поэтому я хотел, друзья, вам все показать благодаря нашему вот этому призраку. Так, ну и что же, могу ли я сейчас-то поменять скин, а? Во, смотрите, друзья, все. При вас я взял и поменял скин. И это, на самом деле, реально очень и очень круто. И вот наша новая локация. Как вы понимаете, друзья, это получается какая-то канализация. Только непростая, какая-то очень странная. Потому что все у нас запечатано вот в такие железные стены. А также у нас тут есть какие-то ядовитые отходы. Смотрите, мы хоть сейчас и плаваем, и у нас все-таки имеются бесконечные хпшечки. Тут у нас пишет Токсик. И поэтому, мне кажется, если мы все-таки будем как-то падать сюда, то, скорее всего, мы просто тупо будем, друзья, терять наши хпшечки. О, вот мне тут и ЖС уже махают. И, кстати, друзья, хочу вам напомнить то, что я обязательно зову всех вас в мой клан. Вам достаточно написать перед своим ником во Flyer Die Eau, либо же вообще в другой любой игре, две буковки и L. И как только вы их напишите, как только я увижу перед собой какого-нибудь паренька, либо же девочку с таким ником, и, естественно, с такой припиской перед ником, то я сразу пойму, что это наши соклановцы. И я вас, естественно, трогать не буду, а наоборот буду помогать и все другие соклановцы тоже. Ну и что ж, друзья, давайте мы посмотрим вообще центр, получается, нашей вот этой новой локации. Он заключается в том, что тут у нас имеется какая-то непонятная лаборатория. Или что это вообще, друзья? Я, честно говоря, не понимаю. Хотя, стоп, друзья, я понял, это никакая не лаборатория, я же переводил обновление. Это у нас очистные сооружения, точно. То есть это механизм, который перерабатывает, ну, грубо говоря, какашки в нормальную водичку. Поэтому мы видим то, что тут у нас есть как раз-таки вот такие отходы, и у нас тут как раз-таки еще имеется обычная чистая вода, которая как раз-таки прошла всю вот эту переработку. То есть, в принципе, друзья, вот такое изменение, такое обновление у нас имеется в данной игрушечке. Ну что же, а давайте мы тогда сейчас, как в старые добрые времена, естественно, будем эволюционировать до следующих размеров. И также я, естественно, хочу еще попробовать на самой финальной эволюции, на смерти с косой, попробовать поменять тоже наши скины, посмотрим, как там будет это действовать. Но я думаю, что все-таки, ну, будет одно и то же, потому что, ну, почему это вообще должно как-то меняться? Так, ну ладно, наша задача, друзья, сейчас просто тупо прилететь к нашему зомби-боссу, естественно, его зафигачить и превратиться уже в призрачного жнеца. Вот как раз-таки я уже прилетел на эту локацию, и надеюсь, зомби-босс у нас уже будет тут как тут. Ну да, в принципе, его сейчас никто не трогает, никто его в космос не запускает, как мы раньше, и давайте тогда мы будем его, естественно, фигачить. На самом деле, я рад, что в этом обновлении добавили нам все-таки новую локацию. Я, конечно же, думал, что это будет вообще другой мир. Ну, допустим, мы переходили бы в портал, и вообще тпхали в другой мир, это было бы реально очень-очень круто. Но хоть что-то, друзья, все равно какая-то новая локация, и, естественно, новенькие персонажики у нас есть. Хоть немного, но все равно, друзья, мне это очень-очень понравилось. А сейчас, друзья, наша задача заключается в том, что мы должны сливать, получается, только игроков. То есть, получается, вот этих обычных NPC мы сливать, естественно, не можем. Поэтому давайте будем, естественно, выследовать того, кого можно слить. Я бы, на самом деле, хотел бы пофайтиться со всем топом, что здесь есть, особенно до пятого места. Потому что, если я буду файтиться с другими ребятками, у них, естественно, эволюция будет побольше. И, естественно, они могут меня слить запросто. Вот, блин, демонический бес. Вот откуда этот вообще появился, а? Смотрите, какой-то странненький парняк. Ладно, давайте мы сейчас будем тогда пытаться его преследовать и попробовать, естественно, уследить. Только, не знаю, либо я очень долго не играл в Flyer Die EO, либо же еще что-то поменялось. Но как-то управление, друзья, стало совсем другое. Так, ну все. Хорошо то, что я сейчас все-таки умудрился как-то слить вот от этого демонического беса. И в итоге теперь у меня уже будет иметься эволюция тыква-призрак. Главное мне сейчас, ребятоньки, просто тупо скушать одну тыковку, потому что я знаю то, что сзади меня еще один тыква-призрак есть. И он, естественно, может подумать, что я сейчас буду тут. Ну, в принципе, так и есть. Так, ну что, а теперь можно идти попробовать даже сливать нашего тыква-призрака. Так, иди сюда. Отличненько. Один раз мы его, друзья, атаковали. Второй, третий, четвертый, пятый. Все, ребятоньки, ура! Это, наверное, самая быстрая эволюция до смерти с косой, на самом деле. Потому что нам попался, ну, реально, какой-то, грубо говоря, нубик. Я, кстати, ребятоньки, знаете, что заметил? Вообще же то, что сейчас слишком много новых игроков появилось во Flyer Die EO. И поэтому, друзья, это вам намек. То, что сейчас как-то, ну, все-таки стало чуть-чуть полегче играть. Ну что же, а что у нас вообще тут по скинам? Во-первых, да, у меня тут уже имеется три скина, очень хорошо. И теперь я действительно могу выбрать любой скин, который захочу. Хоп, теперь у меня имеется вот такой магический скин. И, в принципе, это, на самом деле, очень-очень круто. Абсолютно любой вы, естественно, друзья, можете поставить прям в игре. То есть в реальном времени. Ну, а сейчас, напоследок этой серии, давайте мы заглянем к нашему боссу. То есть к падшему ангелу. Если он сейчас имеется, то мы, естественно, попробуем с ним пофайтиться. И если нет, то я тогда думаю, что мы на этом, друзья, будем заканчивать наш видеоролик. И в итоге, эх, друзья, 32 минуты надо ждать нашего падшего ангела, чтобы, естественно, с ним пофайтиться. Но я даже, друзья, понимаю, наверное, кто его слил. Потому что тут у нас, опять-таки, есть один GS-овец. А сейчас GS, как вы знаете, ребятоньки, довольно-таки неплохо играет во Flyer Die EO. И именно поэтому, друзья, я все-таки вам говорю, чтобы вы вступали в наш клан. Чтобы мы, опять-таки, друзья, завоевали самое первое место в этой игре. Ну, а с вами был Илюша и игрушка под названием Flyer Die EO. Если вам понравилось обновление и вы хотите еще почаще увидеть Flyer Die EO, а я уже, друзья, знаю, что снять в следующей серии, напишите обязательно об этом в комментариях, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok